Всем привет! Меня зовут Лена и я рада вас приветствовать на своем канале. Ну что, девчата, вы посмотрите, какой красивый у нас огород. Но сегодня еще и покупки. Покажу, кое-что маме купи. О, Тяны, Тяны, давай я. Тяны, давай покажем девчатам, что я тебе там принесла. Давай от солнца. Сейчас я вам покажу, что тут маме купила. Воды понабирала. В общем, девчата, сейчас я вам все-все-все покажу. Мама заказала вот такой пульверизатор, правильно называется? 25 гривен. А это сад, для чего тебе? Тебе надо побрызать цветочки, да? Ты мне говорила. Этот самый. Так, дальше. Что у нас тут еще? Вот, чемоданчик волшебный. Клубнику покупала. Клубника вот такая у нас. Сейчас, о, блин, помялась чуть-чуть. Ну, тут верхняя чуть-чуть. Ой, клубника сета я брала. Сколько? 130-65. Взвесила с коробочкой 900 грамм. Ну, я думаю, где-то 800 грамм. 65 гривен. Дальше. Ой, молочко домашнее. Мне молочко продают по 20 гривен литр. А вообще 25. Ну, у нас там свои, короче, скажем так, договоры. Это блинчики остались. Собачка взяла. Купила йогурт себе и маме. Ну, это маме принесла, а это без сахара. Вот Света мне сказала, диетолог, что йогурт хороший. Главное смотреть, чтобы было сахаров тут как можно меньше. Здесь сахара, по-моему, из них сахара 4,7. Ну, это еще терпимо. Хотя пишут без... А, это безлактозный. Ну, в общем, я сбросила состав. А, без додавания цукру, да, девочки? Брешут. Брешут, что без додавания цукру. Мамуль, йогурт. И что еще? Сметанки взяла. Взяла и домашней маме сметаны. Ой, ну такая. В общем, у меня, короче, молоко и сметана, и творог. Вот по чуть-чуть. Немного творога домашнего, немного сметаны. Вышло 150 гривен все. Взяла магазинной маме тоже там куда-то надо. Сметана у нас по 40 гривен в пакетик. И взяла еще маме, вон, вы видели, одета сетка. А, боже, мне не повылазло. Помните, мы с вами верили? Ее не видно, я ее не увидела. Вот эту сеточку, скажите мне, под огурцы. И мама заказала еще нужно. Метр семьдесят высота, здесь два метра. И ты говоришь, мы разрежем ее, да? Да. Мы ее разрежем. Потом мама сегодня мотнулась, покажи, что ты купила еще себе. Лена, купи мне там одну штуку. На рынке спросила, стоит у нас 300 гривен. Но я не такое совсем смотрела. А что это такое? Оно есть с колесиками, что сразу и загребает за собой. А этот только пропал. А ну, покажи, я поближе покажу, девочки. Может, кому интересно будет. То есть, вот это ты сама, а это старый держак, что у тебя там был, да? Старый, да. Вот такая штука. Это как, типа сапки, да? Да. Вот, смотри, я сейчас сюда встану, а ты сюда подойди. Ага, ну что, девчата посмотрят, как она. Она лучше, чем сапки. Подожди, меня не видно. Она остается на солнышке все. И пока это самое, оно все, ну, засыхает. Ну, мама уже все переделала, все пересыхает. Я ее принесла и сразу сделала. Уже и травы тут у нее не осталось, чтобы там. У меня там есть, вот тут еще немножко. Нет, да, смотри, вам видите, как она. Вот так, вот так. И оно все сверху полостается. Солнышком пригревается. Ну, ты довольна, да? Я довольна. Так, а тебе еще с колесиком? Мамы ж там 15-го. Не, не надо. У меня там на частном секторе есть с колесиком. А, у мамы 15-го июня день рождения. Мама говорит, подарите мне вот такую штуку. Ну, уже купили. 90 гривен такая, да, стоит? Да. Цветочки. Мама, он, видите, Ярик шланг ей вытащил. Там всю воду подключил. Ну, мама, наверное, ты лейкой так поливаешь, да? Да. Что это? А то водичку набирает и... О, пошла. Пошла жара. Ну, собача, сейчас хорошо тебе. Есть чем заняться. Ну, сейчас жарко. Ты с утра самого, наверное, да? Да, я как только встала, вышла на огород, если мне что-то надо сделать. А потом я уже делаю то, что в тенечке. Ну, да, все правильно. Пропали цветочки, петунья, да, ты говорила? Она начала жевать. А где она? Белая вон стоит. А, вон стоит белая петунья. Мама говорит, сначала пожаловала. Заговорит, Лена, капец, пропала. А это ничего. Белая пропала. Ага. И тут тоже от белой... Он покупала тоже. Видите, видите. Чмошная стоит. Что за выражение, бабушка? Чмошная петунья. Чмошная петунья. Чмошная петунья. И вот, смотрю, из-под моей орхидеи этот самый горшочек присвоила. Розочки уже тоже начали цвести. Я тогда корой их, видите, обкладывала. Так, цветочки. Ну, молодец. Потихонечку, дай бог, с девчатами будем все вместе собирать еще и урожай. Ну, сейчас жара. Сейчас у нас 30 градусов. Смотрела. Это собаки поломали, что попадали, да? Да нет, они, видно, слабенькие были. Ага. Кабачки он. Кабачата. Я только пообрезала, а эти так и остались. А может и собаки. Вот это, наверное, собака сломала. Ну, я же смотрю, что что-то он припал немножко. А это само по себе любит. Угу. Так что вот такие небольшие покупочки сделали. А вот эту сетку, которую я тебе купила... Я вот эти палки все позорные выкину, а сюда сделаю сетку, чтобы собаки... А, так тут и не для подвязки сетку я тебе купила. А-а-а. А-а-а. О, оно что, Михаил. Тебе вот этой хватит сетки, да, что я купила? Да, огурцы, да. Помидоры я так буду подвязывать. А помидорки он тоже... Ну, помидоры довольна-то, не? Что я приносила? Посмотрим, как урожай будет. Ну что, девочки, попала сапка в руки. Ты что, Нына, да побачила? Ты хоть кепочку какую-то одевай. Ты одеваешь сапку? Я не могу, у меня голова потеет. Я если выхожу с солнца на огород, я голову намочу. И пошла, да? И пошла. Ну да. А положи... Иди в теню, пошли в тенечек. Пойдем. Это самое я нажарилась сегодня на работе. И мама стала вам показать, как это все выглядит. Так что вот эти помидорчики. Ну, уже там попозже, если пойдет. А пойдет. Потому что по-другому просто быть не может. По-другому быть, да, Дуся, не может? Дуське у нас течка началась, я, наверное, уже вам говорила. Мама, он потихонечку дровишка. Говорят, у нас передавали, что зима в этом году будет суровая. Неизвестно, что будет там с газом совсем. Мама, он потихонечку готовит дрова. Понаходила там где-то деревья, которые можно попилять. Так что... Хозяйка моя хозяйничает здесь. По полной программе. Да, Дуся, вы... Сейчас я возьму, да. Дуся, вы слушаетесь, маму? Слушаетесь? А что это ты... А, вот вчера девочке купила вот такой моточек. Стоит 40 гривен. Это для подвязки, да, мам? Да. Чтобы подвязывать эти самые помидоры, огурцы. Мыло, надевлюсь, хозяйственное лежит. Что-то у мамы ножницы. Ну, короче, это у мамы трон. Королевский трон. Вот та, что она сказала. Зачмыренная, да? Или какая? Вот она. Что-то не годится. Так что вот эту сеточку от собак, мама говорит, натянет. Вроде бы. О, а я ее искала. Это у меня на этот самый. На столе стоит. Як ее, господи. Монетница. Стоит монетница. Вот это. Так что, девчата, вот тут такие дела. Як ваши справы? Як вы там на огороде? Это сейчас, знаете, наверное, огород это такая, можно сказать, отдушина. Пошел там хоть поковырялся. Мысли отвлекаются от всего. И это на самом деле хорошо, когда есть вот такая... У меня работа сейчас отдушина, да. А у мамы, видите, получается вот такой вот незамысловатый огородик. Ну, хоть что-то, хоть чем-то заниматься. Потому что по-другому просто сейчас неможливо. Приношу маме тоже. У меня вот такой вот кофе на работе. Жмых приношу. И мама удобряет. Тоже вот смотрю, возле помидоров лежит, возле огурцов, возле цветов. Ну, кофе не важно какое, важно, что жмых. И вот мама этим всем занимается. Так, ну что, мои хорошие, мам, будем прощаться? Бо мама там что-то зашла в комнату. Всем? А это тут мне все, или мне? Это все и тебе, и мне. Сейчас будем пакет там еще. Еще один пакет. Кажи, это все мне, или это мне и тебе. Покупаешь на двоих. И на маму, и на себя. На нас. Поэтому сейчас пойду поделю. А водичку просто наливаешь, чтобы тепленькая была? Ну да. И теплой поливать, а это так принципиально важно? Ворожное будешь? Мам. А. Это принципиально теплой водой поливать? Смедоры, огурчики желательно, кабачок. О, а я не знала, что именно. А цветочки я с шланга поливаю. А цветочки с шланга. Напор нормальный сейчас? Нормальный. Ничего не поменялось. Он, мама, смотрю, этим пятки чистит моя штучка. Тоже осталась. Короче, мама готовится на зиму. Молодец. Не скучает. И мысли переключает. А это по-нашему. Все, мои хорошие. Было приятно сегодня с вами пообщаться. Надеюсь, и вам было приятно с нами пообщаться. Вам мирного неба. Крепкого здоровья. И, конечно же, люблю, целую и тяную. Пока-пока.